возле никиткиной школы уже второй день у них тут полиция все ездит кругами но когда уже детей выпускают из школы что-то случилось у них вчера обычно когда знаете кто-то вокруг школы там ходит подозрительный или может быть с оружием в этом районе до поступили там какие-то звонки и вот полиция сразу они начинают вот к школам подъезжать школы закрываются вчера у никитки была заблокирована школа поэтому даже в это время детей вообще нельзя зайти забрать тебя даже в школу не пустят поэтому только приходится сидеть и ждать и вот обычно да они уже пол четвертого выходят а это они уже вышли не в 3 30 а в 3 35 вчера полиции полно было по району и сегодня вот тоже опять патрулирует туда-сюда туда-сюда ездит так варю борщик из курицы курица варится заправочку сделала зажарку там морковка лук свекла и еще сейчас добавлю тоже вот такой вот приправа в русском магазине купила так добавила зажарки приправы лавровый лист у меня еще вкусный бульон я еще добавляла такой сухой бульон еще настоится борщ вообще будет вкуснятина так что диетический борщ с курочкой у меня получается и ну в конце еще конечно я добавляю зелень вообще люблю знать уже в тарелку чтобы она не была вот сваренная зелень это укроп чесночок это маккензи ривер пицца называется а это с беконом с мандарином так салаты один салат не помню вот это свекольный салат этот как называется еще тут капуста голубой сыр тоже бекон тоже свекла так вот такая большая пицца опять с мандарином вкусно мне понравилось вообще впервые с мандарином попробовали обычно же с ананасом вот это как называется не помнишь бориса нет вот этот хлеб не помню что-то горох и горох и голубой а киринблю нет само как бы блюдо смотрите прям тоненький такой кусочек хлеба как пицца даже тоньше пиццы это аругула сыр голубой отсюда и название а и орехи смотри грецкие что-то это впервые попробуем сейчас сижу на берегу реки на камушке а вокруг снег снег и снеговик снеговик погода классная припекает уже солнышко тепло а там слышишь шум да как будто водопад а ну там да вон как бы вода стекает шумит не ну ты же плыл там выше моста я проходил это здесь вот эта дорога сверху идет там машина вот там вообще все в это снегу сколько раз мы смотрим на это коттеджи так и не знаем что там когда они выше да выше дороги находятся как туда подняться классно так тепло вот отсюда спустились а вниз о тут еще все в снегу так тяжело идти то в гору то с горы и красивый подвесной мост что его шатаешь нет вот это очень красивое место ааааа ничего себе как а там туда можно подняться там есть лестница да там мы никогда не были вон там наверху Заедем. Курка с пакет. Так, вот здесь можно оставить машину и идет какая-то смотровая площадка. А, что-то тут все вот так вот перелазят. Смотри, тут нет прохода. Фу, я так устала. Отдыхалка моя еле работает. Постоянно занимаюсь все равно. О, тут нужно вниз спуститься. А, ничего себе, вон они аж на той горе. Что-то это... Что, пойдем, что ли, туда? Пойдем. Наконец-то я забралась на эту вершину. Здесь парочки сидят, целуются, обнимаются собаками. Какая высота. Представляете, сколько лет мы ездили... Ой, мама. Мама миа. Сколько лет мы ездили в этот парк, на этот мост, но мы ни разу сюда не поднимались. Этого никогда не видели. Ага. Тут такая высота. Я нет, я даже не рискую вообще туда подходить. Вот это самый пик. Я вообще боюсь высоты, поэтому мне это не приносит удовольствия. У меня уже здесь начинается паника. Ну вот, и манты мои готовы. Готовились 35 минут. Потом, вот смотрите, я же забыла в прямом эфире показать подливку. Помидорчики натерла, чесночок. Сейчас закипячу и выключу. Вкусняшки. Смотрите, приехали в новую клинику Никитина. Это педиатрик, их перенесли в другое здание. Здесь на полу вот такой вот там как экран, да, футбол. Ну-ка, походи, Никитин. А, он меняется. Смотри, меняются, да, разные эти. Мм, классно. Прикольно. Аквариум сделали красивый. Какие рыбки маленькие там. Ну, так хорошее здание. Оно тоже рядом, где была клиника и прям рядышко. Жалко врача уже у нас нету нашего русскоговорящего. Те, только американцы у нас педиатры. Никитка, ты весь там сверкаешь. Так вот, новая больница. Кабинет немного засниму. Здесь все в такой тематике баскетбола. Джордан. Ой, здесь, смотри, тоже Никит с этой стороны. Вот такие аккуратненькие комнатки. Даже коврик вот уже в такой же тематике. Нравится тебе твоя новая клиника? Ну, вот как-то так. Без окон. Комната без окон. Главное, что дверь есть. Красавица какая стоит. Прям как на выставке машин. Ну, она с выставки и приехала. Класс. Красивая такая машинка. Окна все открыто. Кожаные сиденья красные. Как она называется, не пойму. Спасибо. Так, продолжаю делать манты уже второй день. Смотрите, что у меня осталось. Фарша совсем чуть-чуть, тыквы чуть-чуть, зато теперь у меня будет один лук. В прошлый раз же у меня было мало лука и манты, конечно, вкусные получились, но немножко сочности не хватило. Теперь они у меня сейчас будут такие сочные. Лука очень много, но это остатки уже. Теста, конечно, вот так мало осталось. Один кусочек. Сейчас придется тесто по новой замешивать. И еще налеплю манты своим, всем так понравились. А у меня, конечно, разгрузочный день сегодня. Хватит уже жрать, а то килограммы прибавляться начинают. Продали наш тренажер. Сейчас должны за ним приехать. Что-то уже и жалко, да? Ну-ка, подержи, поехать на него напоследок. Напоследок похудеешь? Да. Напоследок похудеет, я худею, теперь жалко. Пошла, 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 пошла. Пошла, пошла. Ой-ой, слушай, так ты худеешь конкретно. Да, я прямо на ходу худею. Я вон смотрю, у тебя рука на футболке все крепче и крепче сжимает. Пишут, что я худая, а бледная. Да? И злая. все, все как я люблю. У нас реконструкция в городе проходит в парке, но вот этого козла пока оставили. Сюда нажимаешь подставить. А поставь вон листик возьми. А, листик. Классно. заглядела. Здесь всякие вещи такие прикольные. Смотрите, какие куклы. Даже Обама есть. Это магнитики на холодильниках. Нашла стаёвывал здесь. Суска для ребёнка. Стоп. А язык это что такое? Язык это жевал. А, да? Тоже ребёнку это. Bite your tongue. Байт и шел. Эти тоже штучки прикольные. Вы сегодня можете познакомиться не с Ланой, а с Ланидзе. Это Ланидзе. Стуит на фото. Ланидзе превращается в Лану. May peace prevail on earth. Смотрите. Забилёт. Забилёт. Опа! Здесь на русском языке да будет мир человечеству во всём мире. Представляете? Вот на английском, русском, китайском. А вот это какой интересный язык. так. И это ещё какой-то. Вот четыре языка на одном столбе уместили. Такие мандарины прикольные. Они размером с это с грейпфрукт. Сумо 2,99 ЛБ. Упечатление, что Сумо усох. Ага. О, у тебя вот этот покруче. У меня такой. А вот смотрите какой. Вот как эта тыква. У тебя тоже мальчик. У тебя даже больше мальчик, чем мальчик. Мальчики, девочки. Давай мальчик. Давайте возьмём одного попробуем. Так, хотела показать, что я купила. Смотрите, Dragon Fruit. Вот такая вкуснятина. Фрукт дракона. Но они, конечно, вкусные, когда спелые. Если немного недоспевшие, уже не будет такого вкуса. Так, Никитке Kinder один. И мне снова дали вот этот купон 5 долларов оф. Буквально на той неделе давали. Так, а что я купила? А, я купила целую эту пачку помидор. Что я бесплатно мне вышла. нужно будет в следующий раз опять использовать. Видите, когда фрукты или овощи на 5 долларов больше, вернее, чем на 5 долларов берешь, то 5 долларов они снимают. так, ну что, девчонки, мальчишки, вот такая вот запеканка, уже показываю на инстаграме. Такая она получилась, видите, в разрезе. Но еще не пробовала, еще же мне нужно попробовать. На вид, конечно, все так красиво смотрится. Упс, как мне тебя подцепить. она такая нежненькая, вот этот творог, вкус чеснока, очень приятная. Так что сажусь пить чай. Ну и Рова, да, Рова тоже чувствует запах, да, тоже, скажи, чувствует запах чеснока. Видите, мой красавец, красиво, красиво сидит. в поисках замка замок пока не нашли. Чикен бурбон. Салатик очень вкусный с креветочками, капуста, орешки, морковка, листья разные, короче, вкуснятина. О, какой десерт вкусный. Мороженое, пирожное, персики. Мороженое. Сверху вот так выкладывается рыбка и все, обед или ужин готов. Так можно накрыть крышечкой, она, видите, продается вот в этой фольге и сразу в ней запекается. Сейчас немножко пропарится, можно кушать или убрать в холодильник. Так, смотрите, как я готовлю компот, такой крак-пот, горшочек варень, называется. Это у меня новый первый раз использую. Вообще, слоу-кукер называется. Можно на высокую, на низкую температуру поставить и как бы удерживать, да, теплым. Очень удобно варить компот. Здесь у меня черешня, смотрите, осталась замороженная с прошлого года. Сейчас я ее сюда высыпаю и все, и она будет настаиваться, примерно может быть два часа. Я еще точно не знаю сколько здесь. А, можно по времени выставить точно. Сейчас я разберусь, вот, да, пока на полчаса. И очень такой вкусный насыщенный компот получается. Наконец-то дождь закончился, погода такая классная. Весь день ливень шел. сейчас так свежо на улице. Класс! Так красиво. Я тут с зонтиком. Смотрите, какое красивое здание. С него, через него, вернее, сквозь вот так проходишь. И там дальше обзор на наш город. Я уже тут сто раз показывала так немножко. Еху! У-у-у!